Как так всю жизнь? Были на театральной, а теперь через дорогу. Как с этим жить? Хорошего Фернамбука становится все меньше. Мне, естественно, привлекало что в дирижировании? То, что человек стоит, ничего, в общем-то, не делает. Pink Floyd, Queen, ну не было у них электричества, не могли они 20 киловатт подключить. Они жили в разных веках. Когда у человека маленькая зарплата, что он делает? Он ищет заработка где-то еще. Никогда не хотел я власти, а что сравнивать-то себя с великими. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Николаевич, вам как ректору Санкт-Петербургской консерватории часто приходится наблюдать за студенческой жизнью, общаться, репетировать. Вы сами вспоминаете часто свои студенческие годы? Конечно, каждый день. И что это были за годы? Ну, студенческие годы, я думаю, у всех это, ну, одна из самых важных вообще пор в жизни. И всегда вспоминается, конечно, всегда вспоминается с удовольствием. Во-первых, все мы были в то время чуть младше и лучше, естественно. Во-вторых, ну, если серьезно говорить, наверное, именно в студенческие годы закладываются основы вообще личности и вот формируется личность человека. Поэтому самые яркие впечатления остались. И самый такой, наверное, крепкий опыт на всю оставшуюся жизнь именно с того времени. Как профессионально, ну, наша профессия связана с постоянной практической деятельностью. Я велончелист по основной профессии. Ну, на самом деле, это еще мой педагог говорил, что надо успеть все сделать, пока ты студент. Потому что то, что ты успел сделать, пока ты студент, оно с тобой останется на всю жизнь. Все, что потом, потом как-то уже все дается туже, чем в студенческие годы. Ну, и, как сказать, да и вообще жилось тогда довольно интересно. Мои студенческие годы пришлись на те самые лихие девяностые, когда, ну, сейчас так модно говорить о том, что тогда не столько жили, сколько выживали. И часто приходится вспоминать студенческие годы для того, чтобы вспомнить, как мы жили тогда и сравнить с тем, что происходит сейчас. Это тоже случается, честно говоря. При воспитательной работе студентам приходится объяснять, что нынче же студент часто недоволен чем-то и имеет чувство, как говорится, большого собственного достоинства. Ну, недоволен, например, чем? Ну, знаете, у нас все это студенческий совет. Котлета в столовой холодная. Ну, понятно. Еще что-то такое, да, приходится иногда им говорить, что, ребята, в наше время сам факт наличия котлеты в столовой, в принципе, уже был большим позитивом. Так что, ну, хотя котлеты, конечно, должны быть горячие, тут я не спорю. А в профессиональном смысле, вот сегодня студентов, у них больше перспектив для развития карьеры, чем было ваше время? Они другие совсем перспективы, я так скажу. Знаете, сегодня же у нас страна совершенно открытая, можно ехать куда хочешь. Даже наши образовательные программы сейчас подразумевают сетевые методы обучения, так называемые. Когда студент просто может взять и в другое уехать учебное заведение, пройти там какую-то часть образовательной программы. У нас-то тоже практикуется частенько. Уезжают ребята для того, чтобы отучиться семестр за рубежом, как к ближним нашим соседям. Вот у нас, например, в прошлом учебном году девушка одна ездила на один семестр в Таллиннскую академию музыки. Так и вот в более такую уже глубокую Европу, так ее назовем. Это в Германию, вот сейчас моя студентка моего класса планирует поехать на семестр в Германию для того, чтобы поучиться там. Это все практикуется теперь. Раньше же это не практиковалось, считалось, ну по инерции от советского еще времени, считалось едва ли не предательством вообще Родины, идеалов там и так далее. Враг. Ну да, раньше, в общем, как-то это, ну так, ну кто-то, люди, конечно, умудрялись как-то, но такого вот, это не приветствовалось, так, наверное, скажем, в нашей среде. Сегодня, ну нормально, каждый может выбирать себе любой путь. Кто хочет остаться здесь, конечно, мне как руководителю учреждения, ну приятнее было бы, чтобы они оставались на родине. Но люди наиболее продвинутые, имеют все шансы совершенно спокойно, мы им иногда в этом даже содействуем для того, чтобы продолжить свое развитие на каком-то другом уровне, может быть, в каком-то другом месте. Скажите, а как происходит отбор студентов на то, чтобы подправить в Европу? Ну вы знаете, тут отбор, у нас ведь много, вот мне приходится размышлять много о профессиональной репутации. Вот профессиональная репутация музыканта, это нечто такое, что с ним, наверное, самых со школьной скамьей на всю жизнь, потому что отбор его производит, в общем-то, жизнь. Мы тут особо ни при чем. Когда дети начинают в школе учиться музыке, уже видно, кто больше успехи способен делать, кто меньше. Иногда ситуация с годами в какой-то степени меняется, но чаще, чаще. Эта репутация так и остается с самых детских лет и до окончания вуза с человеком. То есть лидеров мы своих знаем еще в тот момент, когда мы принимаем их. А дальше, ну бывает, возникает какой-то конкурентный спор между двумя лидерами. То есть устраиваете прослушивание? Да, устраиваем. Но у нас для отбора на образовательные программы за рубежом, как такового, вот такой большой интриги нет. Потому что обычно есть люди, которым это близко, которые этого хотят. Есть люди, которым, наоборот, кажется, это не нужно и не важно, а лучше побольше пробыть в консерватории. Поэтому здесь отбор происходит естественным каким-то путем. Кто-то, кто хочет, приходит в международный отдел. Если у международного отдела есть какие-то запланированные проекты, значит, вот этого человека, как правило, и направляет. Так уж и у нас специальные какие-то происходили мега-конкурсы по этому поводу, этого у нас нет. Если сравнить, да, вспоминая тоже 90-е годы, студентов, которые сейчас и тогда. То есть они сейчас все знают свои права. Можно даже где-то услышать, что это поколение потребителей. Когда мы учились, мы никогда не думали о деньгах. Сколько мы будем зарабатывать? Даже какой у нас инструмент? Мы играли на том, что есть. Столовой просто не было. На самом деле, помнишь, да? Не будем об этом, да? Тем более котлет, да? А сейчас все совсем по-другому. То есть они приходят, они смотрят на нас. Как мы одеты. Мы же всегда хотели быть, как наши шефы. Вот неважно, как, что там, что он поет, как он одет, не было телефонов, там, какой у него телефон. А сейчас они наблюдают за нами, да, смотрят, как, а сколько они будут зарабатывать, а куда они потом устроятся. У них огромный выбор. Они иногда, может быть, у них даже нет такого ощущения преемственности, они там кидаются от шефа к шефу, да. То есть у них есть такое ощущение потребления какое-то. Вот действительно так. Действительно есть такой контраст. Я хотел бы сказать, что вообще люди разные попадаются, а у нас немножко, так сказать, контингент поменялся, потому что в советское время, сейчас модно вспоминать, сопоставлять, советское время, не знаю уж благодаря чему, то ли просто потому, что это было значительно раньше, чем сегодня мы живем, то ли потому, что по-другому государство относилось к искусству и к культуре. Но профессия академического музыканта считалась очень высоко престижной профессией. И был большой конкурс на эти специальности, по-настоящему большой такой, стоял вал народу, и пробиться в наше заведение было очень сложно, учебное, что в школы, что в вузы. Вот. Ну, был престиж, считалось это очень престижно быть музыкантом, в принципе, почетно, а деньгах, как вы правильно говорите, тогда разговор, в общем-то, не шел. Сегодня ситуация немножко поменялась, мы имеем дело с другими студентами, потому что сегодня, как вы уже сказали, люди считают деньги, если в советское время родители за руку многих приводили и говорили, вот это престижно и будешь этим заниматься. Будешь, потому что это, ну, как бы похвастаться, что у меня девочка на скрипочке играет, серьезно, в то время. Сегодня все все давно посчитали, все знают, что профессия тяжелая. Тяжелая – это спорт, в общем, да, спорт мелких мышц, мелкой моторики, но все равно спорт. День без тренировки – ты теряешь форму. Это осознали. Инструменты стоят недешево, хорошие. Ну, как и в спорте хорошее оборудование, да, не то, которое в спортмастер... И спонсор сегодняшний. Дизайнер, спортмастер, не то, которое продается в магазине, в общедоступном, а то, которое используют спортсмены высоких достижений в своей практике. Стоит очень дорого. Так и здесь наше оборудование, иногда это бывают редкие там скрипки, виолончели, имеющие ценность там, которая исчисляется миллионами в иностранных валютах. Ну, проблема опять. Люди, ну, как сказать, рыба ищет, где глубже, да, говорят, человек, где лучше. Зачем лишние проблемы? В итоге мы имеем такую ситуацию, что к нам в основном приходят те, кто без музыки не может жить. То есть нет у нас теперь тех, кого мама, папа за руку привели, вот будешь музыкантом, потому что это престижно и красиво, и почетно. А приходят те, кто не могут без этого жить. Поэтому у нас все-таки, я считаю, довольно особые студенты, они вот по-настоящему увлечены этим делом. Они отдают себе отчет сегодня хорошо в том, с чем им придется столкнуться в будущем и готовы работать, да. Поэтому я не могу сказать, что у нас много очень потребителей. Хотя чего греха таить, приходится встречаться с таким отношением. Да, бывает иногда, когда молодой человек не понимает, что музыкальное образование — это процесс интерактивный в полном смысле этого слова. Профессор не может выучить и сыграть за тебя программу. Он может дать советы, может дать направление, может подсказать, как справляться с теми или иными трудностями. Но сделать все ты должен сам. Как знаменитая фраза, да, нельзя научить, можно научиться, да? Ну, да, здесь они должны учиться, вот именно. То есть это не то, что если мы будем их учить, а они при этом не будут отвечать нам взаимным стремлением учиться, ну, мы потерпим, скорее всего, катастрофу. Поэтому те, кто приходят в ВУЗ, в консерваторию, консерватория, безусловно, наверное, главный музыкальный ВУЗ в Петербурге, они уже, ну, четко осознали свой выбор и с такими какими-то проявлениями потребительства и вот такого какого-то отношения, что они потребители в услуге, а я ее поставщик, нечасто это приходится. Хотя, чего греха таить бывает иногда, ну, мы стараемся объяснять, что, как говорится, и услуга-то не широкого потребления, которое мы оказываем, если уже воспринимать образование музыкальное как услугу, то мы должны прекрасно понимать, что это товар не для всех. Алексей Анатольевич, а назовите ваши три самых сильных качества, которые помогают вам достигать результата в жизни? — Моих? — Да. — Личных, конечно. — Да. Никогда не думал об этом, знаете. — Настало время подумать. — Знаете, наверное, это можно сформулировать как чувство долга, наверное, да, то есть лучше всего результатов я достигаю тогда, когда я осознаю, что я должен что-то сделать. — Наверное, так. А второе, которое помогает ему, это, как, вот, про меня, наверное, можно сказать, что я увлекающийся человек. Если я чем-то увлекся, то я тоже обязательно вот в этой отрасли, ну, какого-то определенного результата добьюсь. Если эти два вот качества где-то в какой-то точке сомкнутся, то есть если я увлекся тем, что я должен, ну, тут, наверное, наиболее качественный результат получается. Наверное, так. — Алексей Николаевич, а в 2016 году, когда вы стали ректором консерватории, ставили ли вы перед собой какие-то стратегические задачи развития консерватории? Если да, то удается их реализовывать? — Конечно, конечно. И каждый руководитель просто обязан представить концепцию развития вуза учредителю обязательно. Такой документ, знаете, на нескольких страницах серьезные слова, там сложные в том числе. Но я должен сказать, что каждый руководитель в это же самое время, он, наверное, и для себя, и простыми словами пытается сформулировать свои задачи. Для меня, если выражаться в простых словах, я не думаю, что людям, которые станут смотреть это интервью, интересно, как сказать, бюрократическое изложение этой темы. — Выражаясь в простых словах, мне бы хотелось немножечко, как сказать, ну, открыть окна, что ли, да, впустить свежий воздух в консерваторию. Консерватория, как я уже говорил, наверное, главный вуз в Петербурге, который занимается музыкальным образованием, но само его историческое название подразумевает некий консерватизм, да. И мне хотелось сделать, чтобы вот как-то она, ну, двинулась, что ли, вперед по времени. Потому что иногда у нас бывает, так, ну, традиций у нас много, да, знаете, у нас что ни, за что ни возьмись, все традиции. И некоторые традиции подразумевают вот такую музейность в плохом смысле этого слова, да, что что-то мы должны вот поставить, сохранить, не трогать, не дай бог даже не пытаться перенести на другое место, потому что иначе случится что-то страшное. Ну, а что страшное, спрашиваешь? Это даже нельзя описать словами. Ну, вот что такое. Что-то, да, нужно расконсерваторить все это. У нас, да, у нас очень, вот у нас болезненно очень люди воспринимают, когда, незадолго до того, как я начал работать, переезд у нас был из исторического здания в то, где мы сейчас работаем. Но это тоже большое было потрясение, потому что как так всю жизнь были на театральной, а теперь через дорогу. Как, как с этим жить? Время показывает, что можно и жить, и давать результаты, выпускать хороших студентов, можно. Конечно, в историческом здании нам удобнее, оно и больше, и оборудовано лучше. Там концертные залы все сейчас остались в ремонте. Но я всегда говорил, что консерватория, она не в помещении живет, она живет в том коллективе, который работает, коллектив профессоров, коллектив студентов, которые учатся. Это есть консерватория, где ее куда ни посели, она все равно останется консерваторией. И суть ее не изменится. Так же, как и какие-то вот, ну я не знаю, новые нововведения нашего века, скажем так. У нас категорически многие отказываются использовать. Да, ну такой простейший пример, это вот у нас есть композиторы до сих пор, которые категорически отказываются использовать компьютер при сочинении музыки. Когда с ними начинаешь беседовать, говоришь, ну как же, ну удобнее, набрал, исправить ошибку удобнее, удобнее потом партитуру распечатать. Нет, нет, все, живой процесс, вот он бумага, перо и все. Ну, конечно, никакого давления я не могу оказывать. Человек, в конце концов, выбирает сам себе методику, которую он использует для того, чтобы работу свою сделать. Но мне это кажется иногда забавным. Вот, как писать от руки мы давно уже вроде как отказались от этого, потому что, ну, на компьютере удобнее и быстрее. А писать ноты мы пока что только от руки. Вот всякие такие вещи, и главное, знаете, это обычно вот, когда задают вопрос, концепция развития. Ну, вот двинуть ее немножечко, двинуть по времени и, может быть, показать тем, кто в ней работает, возможность каких-то альтернативных, скажем так, подходов к тому, чем мы занимаемся. Вот, наверное, это было главное такое. Ну, а так, если по пунктам, знаете, ну, это превратится в рабочий доклад, все же знают эти наши проблемы, да, закончить ремонт. Вот, вот одна главная мысль у нас у всех, как можно скорее, значит, организовать международных связей как можно больше, да, деятельность театра нашего, организовать. Тоже интересная, кстати, история с этим театром. Что касается театра, вот, у меня большое есть желание, я всячески всегда сам принимаю участие в таких проектах, которые дали бы акцент на то, что это театр студенческий для студентов, чтобы студенты там могли выступать, играть, создавать спектакли и показывать их публике. Вот, это тоже у нас театр, все знают, что в консерватории есть театр, но на момент, когда я туда пришел, это была труппа на зарплатах, да, студентам там, если кому сильно повезет одному в спектакле что-то спеть, ну, вот, пускали. А так это была труппа на зарплатах, к сожалению, на очень маленьких зарплатах, поэтому труппа это еще и была, и, как сказать, ну, когда у человека маленькая зарплата, что он делает? Он ищет заработка где-то еще, то есть не всегда еще их и застанешь. Ну, такой вот, ну, вот, пустить туда студентов мне всегда хотелось. У нас уже пара экспериментов было, мне говорили мои старшие коллеги, что это невозможно, но есть же опыт многих лет, что студенты не могут, они не все еще умеют, должны быть люди, которые все уже умеют, а студенты по одному, по два, кто достоин. Мне категорически так не кажется, потому что, возвращаясь к вопросу о студенческих годах, когда я вспоминаю свои студенческие годы, ничего не было более радостного, и ничто не оставило таких ярких воспоминаний, как совместные творческие проекты, постановки, какие-то спектакли, вплоть до, извините, каких-то новогодних капустников, да, это всегда здорово. А тут целый спектакль с студенческими силами. Мне кажется, что для каждого, кто в этом участвует, это огромный опыт и богатейшее впечатление. Ну, вот, двигаемся в этом направлении. Возвращаясь к вопросу о здании, вообще, в принципе, вернется ли консерватория в свои родные стены? Вернется, безусловно, и вообще, это вопрос такой вирусный, его модно сейчас везде, так сказать, запускать, мне везде спрашивают. Я люблю отвечать вопросом на вопрос, а почему вам кажется, что она не вернется? Почему? И что вам обычно отвечают? Ну, разное, вот говорят, по углам говорят, что вроде не вернется. А почему? Слухи, да? У меня есть в канцелярии папка с учредительными документами. В этой папке лежит свидетельство о регистрации оперативного управления консерватории на это здание. Ну, если хотите примитивно, мы сейчас в нем, мы из него никуда не уходили. Ну, просто ремонт там идет, чтобы, понимаете, кирпичом по голове не получить, мы временно вышли. Но вообще, юридически, мы сейчас в нем. Почему? Ну, вот, то есть вопрос не поставлен некорректно уже на уровне вопроса. То есть мы оттуда не уходили. Туда просто пришли бригады рабочие для того, чтобы произвести реконструкцию. Поэтому, конечно, вернемся. Тут, правда, как говорится, у нас с ремонтом всегда это, да, что невозможно закончить, можно только прекратить. Это поговорка тоже русско-народная. И, безусловно, мы испутываем проблемы сейчас с этим ремонтом, потому что все идет, как всегда. У нас не по графику, не так, как нам бы хотелось. И вернемся мы туда не тогда, когда планировали, это однозначно. Но что вернемся, никаких сомнений, обязательно. Почему так долго, да, идет ремонт? Потому что они пришли туда, рабочие, и занимаются. Невозможно в консерватории, наставленных консерваториях, просто и занимаются. Да, да. А новое здание, оно останется в консерватории новом? Да, в нашем здании. Тоже, да? Два здания будет? Будет два корпуса, как модно сейчас говорить. Да, будет исторический корпус, будет корпус на Глинке. На самом деле, это все так, какой подарок, какой подарок. Так, если говорить серьезно, только-только с учетом этих помещений на Глинке, если их соединить с историческим зданием, только-только мы в норматив начинаем попадать по количеству метров на одного студента. То есть, все, что мы жили до того, как-то так, закрыв глаза немножечко на то, что площадей для полноценной организации образовательного процесса не хватало. Вот по окончании всех ремонтных работ, наконец, их должно быть достаточно. А у нас ведь не только консерватория, у нас в структуре еще и средняя специальная музыкальная школа. Да, то есть, нам, это не то, что мы можем в каком-то небольшом помещении с комфортом разместиться. Поэтому, когда все это закончится, будет, наконец, так, как должно было быть всегда. Вот. Алексей Николаевич, вы окончили консерваторию по классу и лончили. Да. Велончилист. Скажите, сегодня, в наше время, велончель как сольный инструмент держит свои позиции? Вы знаете, но она никогда, если быть честным, меня побьют коллеги-велончилисты, но я скажу это, она, честно говоря, особенно сольным-то никогда и не была. Были два исторических человека, которые толкнули ее на сольную эстраду. Это Пабло Казальц в свое время и Мстислав Ростропович. Это уже чуть ближе к нам. Хотя сегодня уже и Ростропович – это тоже прошлое. Кто-то из зала. И, конечно же, группа «Апокалиптика». Как раз в этом смысле сейчас почему-то виолончели очень модно стало. Огромное количество этих стало групп. «Апокалиптика», они там на электрических хотя бы виолончелях играют, а у нас сейчас очень много. Я испытываю проблему с одним студентом своим, который у меня пропадает. Я говорю, куда пропадаешь, долго не мог понять, пока ВКонтакте не наткнулся. У них оказывается группа, они на виолончелях рок играют и ездят на гастроли. Вот это с ума сойти, я понять не могу, честно говоря. Я сторонник того, чтобы, как это там было у Булгакова, оперировать в операционной, а обедать в столовой. Виолончель, наверное, для рок-музыки приспособлен не очень, с моей точки зрения. Да, но мы вернемся как к сольному инструменту. В определенных дозах, да. Ну, сейчас есть молодые, хорошие виолончелисты. Вот в Москве Саша Рам, в Петербурге у нас молодой педагог Алексей Жилин работает. И в таких вот, в ограниченных количествах она продолжает жить своей жизнью на сцене. Но так, конечно, если честно говоря, виолончельный функционал, он, наверное, совершенно чрезвычайно важен и ничем не заменим в симфоническом оркестре, групповая игра, и в камерных ансамблях, безусловно. Вот. Что не означает, впрочем, что качество музыкантов может быть недостаточно высоким. Потому что требования сегодня, знаете, ведь публика, она со временем становится все более искушенной. Очень многое она уже слышала. Если поставить запись того же Пабло Казальца, которые сохранились, эти записи, да, ко мне студенты иногда приходят, говорят, я там слушал Казальца. Он, значит, тут играет неровно, тут у него не очень интенсионно. Мне приходится объяснять, что это сколько лет назад было. Немножко были другие критерии, другие вкусы, а мы развиваемся. Если сегодня кто-то из моих студентов заиграет, как играл Казальц в свое время, я имею в виду технологическую сторону. Ему, скорее всего, поставят не очень хорошую оценку. В свое время Казальц был новатором, революционером, и никто такого до него не слышал. То есть наш бег времени, это такой рефрен, видимо, на данном этапе моей жизни меня это волнует сильнее всего. Но бег времени накладывает на нас определенные обязательства, которые мы должны исполнять. Существует такое вот даже, да, что самые наши приличные современные инструменты уступают инструментам 18-18 века. Вы имеете в виду струнные виолончели, да, скрипки. И вы знаете что, я вам скажу, что я, наверное, сегодня встал бы на сторону тех, кто пытается этот миф развеять. Потому что я сам играю на современном инструменте сейчас, которому отроду два с небольшим года. Его автор Габриэль Жебран Якуб. Он большой приятель мой. Это современный мастер. У него очень интересная история происхождения. Мама его из Петербурга. Папа его из Сирии. А сам он такой получился человек мира. Живет в Берлине. Мастерская у него там же. Он, с моей точки зрения, каким-то образом научился делать совершенно замечательные инструменты. Он, не стесняясь, говорит о том, что он копирует одну из моделей из Традивари. Звучат они просто прекрасно. Я, знаете, проводили эксперименты, сравнивали со старыми итальянцами. Ну, если отбросить в сторону тот факт, что каждый инструмент немножечко свой уникальный голос имеет в любом случае, то, ну, на равных они по игровым качествам. Поэтому я сегодня не сказал бы. Другой вопрос, что инструменты старинные, они имеют помимо чисто, как сказать, потребительской ценности, да, ну, вот, возможности излучать, они еще имеют ценность историческую. В связи с чем цены на них, ну, бывает совершенно вот зашкаливо. Это просто... Ну, можете назвать самый дорогой. За три деда. Ну, из того, что слышно, вот 11 миллионов долларов, например. В Традивари тут ходили разговоры, что вот в Традивари был приобретен за 11 миллионов долларов. Мне доводилось как-то к такого класса инструменту прикоснуться. Хороший очень. Очень. Но вот осознать вот эту цену, да, у меня не получилось. То есть я себя успокоил тем, что, видимо, историческая ценность его, она, наверное, значительно более важна при ценообразовании, чем его именно игровые качества, да. Ну, это такая интересная очень штука, как и, наверное, все, что связано с антиквариатом, да. Я не очень большой специалист в этой области. Ну, как когда мы говорим об антикварной живописи или антикварной мебели, когда цена назначается именно из-за вот тех ценностей, того, что ценно антикваром, понимаете. А для исполнителей сегодня, мне кажется, современные инструменты, но не все подряд, а лучших представителей мастерового дела вполне могут стать надежными партнерами в исполнительской деятельности. Скажите, это правда, что я слышал, что даже смычок качественный сложно приобрести? Надо подбирать, конечно, да. Смычок к смычку, рознь. То есть мастер делает отдельно, то есть как бы другой мастер смычки делает? Или это то же самое, которое вы начали? Я еще раз повторяю, как и в любом роде деятельности, у нас есть ширпотреб, так называемый, который можно пойти купить в магазине, фабричка так называемая. Но для профессиональной деятельности не часто подходит. Подходит для каких-то первых шагов там, да. Не знаю, детям вот обычно принято покупать такие у нас фабричные виолончельки продаются. В наше время, в общем-то, их цивилизовали несколько. Они стали вот, в самом деле, пригодны для того, чтобы на них играть, учить детей. То есть технически они по всем параметрам правильные. И занимаясь на них правильные, приобретающие рефлексы. Когда человек вырастает, ему уже нужно что-то более профессиональное, более серьезное. Тут уже фабричка не подходит никак. Есть у нас такое понятие мануфактура. Мануфактура – это когда берется заготовка, сделанная фабрично, и потом доводится мастером до уже какого-то более серьезного профессионального состояния. Но, как правило, лучше всего получаются мастеровые инструменты. Это, ну, изготовление от и до руками мастера. Как и у нас, да? Да, лучше всего. Так что здесь особо ничего нового. Все как везде, я бы сказал. Обычный виолончель из какого сорта деревья делают? Также из мячок. Виолончель делают обычно из клёна, значит, и сейчас вам скажу. Там разные части, я даже могу наврать вам, потому что я не очень хорош в мастеровом деле. Альпийская ель там очень много, причем именно которая в Альпах растет, именно которая растет на определенном склоне, и которая срезана в определенное время года. Там вот такие тонкости большие. Из клёна какие-то определенные части, незначительные делаются. Гриф из черного дерева делается. Но вообще, наверное, вам лучше об этом расскажет кто-нибудь из мастеров, если его пригласить, потому что это отдельная вселенная совершенно. То есть музыкант, у нас так почему-то повелось, что музыкант, он, как правило, ну, его дело играть. Дело мастера строить инструменты, обслуживать их там. Раз в полгода идем, чтобы посмотрел, все ли хорошо. Ну, вот так вот. Да. А про смычки. Смычки делаются из фернамбука чаще всего. И это для нас становится проблемой, потому что хорошего фернамбука становится все меньше. Наши коллеги восточные экспериментируют с производством смычков из карбона. То, что я пробовал, пока, к сожалению, не может конкурировать. Он не такой эластичный, не такой живой получается. А фернамбука не очень много. И любопытные вот ситуации возникают. Вы говорите, старые. Смычки совсем старые ценятся не очень. Ну, то есть как, они ценятся высоко, как... Но играть ими не любим мы, потому что они тоньше, и они уже немножечко устали. Все-таки смычок — это упругое тело, которое должно... И вот, наверное, более всего ценятся смычки, которые на рубеже 19-20 века созданы мастерами. И сейчас уже стал тот смычок, которым я играю, например. Это смычок, сделанный мастером еще тогда в Германской Демократической Республике. Его фамилия Шмидт. Это целая династия немецких мастеров в городе Марк-Найк-Кирхен. В 80-м году, когда у нас была Олимпиада. Вы знаете, тогда он не имел особо никакой ценности, а сейчас он очень, как сказать, потребность именно в этих смычках 80-го года очень растет между музыкантами. Потому что, оказывается, именно в 80-м году в руки к Шмидту попала партия очень качественного Фернамбука. Замечательного. И даже если сравнивать его смычки, сделанные, скажем, в 80-м году, и после этого, совершенно разные вещи. Но плюс смычок это настолько индивидуальный инструмент, да, тоже, что тут есть еще тонкости. Подходит ли он к исполнителю, его приемам, то есть подходит ли он к инструменту. Можно тут провести аналогию, если кто знает эту сказку. У меня дети любят, я с ними за компанией. Про Гарри Поттера, каждый должен, палочка должна выбрать волшебника, да. То есть бывают эти поиски смычка подходящего, затягиваются на половину жизни, а то и дольше. Вот так. Сей Николаевич, давайте поговорим с вами о творческом объединении меломаны. Да, давайте. Наверное, получается, единственный ректор консерватории в нашей стране. Кто играет на бас-гитаре рок-н-ролл? Не знаю, я не пытался это выяснить. Ну, да, мне кажется, наверное, кто играет рок-н-ролл на бас-гитаре, вы вокалист, солист группы. Но это я не все время, вы же понимаете, только по празднику. По празднику. А вообще, вы часто сталкиваетесь с удивлением от людей, когда они узнают, что вы ректор консерватор? Потому что ассоциация идет в основном с классическим языком. Вы знаете, когда люди незнакомые узнают, они удивляются обычно. У нас вообще в нашем консервативном сообществе профессиональном как-то так вот принято считать рок-н-ролл, так, ну, это, что там, ну, да, низкий жанр. Я бы не стал так категорично отзываться, потому что, знаете, низкий, не низкий. А в историю этот жанр вошел, причем, скажем так, основательно. И мне почему-то кажется, что пройдет некоторое количество лет, там, 50-60, мы будем изучать его по истории музыки. А потому что куда от него деться? Понимаете, я опять вот, возвращается рефреном эта тема про время наше. Наше время, то время. Мы же ведь, надо сказать, уже 19 лет прожили в 21 веке. Так вроде это недавно все было, а уже вот он, 21 век, уже скоро у Сильгина наступит вообще. А рок-н-ролл, он был в 20-м. Ну, то есть уже сегодня это не современная музыка. Ну, почему удивляться, что ректор играет рок-н-ролл на гитаре? Ну, это одна из разновидностей. Шуберт писал песни очень много. Их исполняли под рояль. Ну, это же был вид развлечения такой. Ну, не было у них электричества. Не могли они 20 киловатт подключить звука и 8 киловатт света. Ну, не могли. Ну, они при свечах слушали песни Шуберта. Но мы их сейчас изучаем и любим. Они замечательные. То же самое можно сказать о рок-музыке. Есть, конечно, огромное количество ее. И я никогда не скажу вам, что я ее знаток. Ну, нет. Но это осознать этот объем... Но у вас есть любимые комиссии рок-группы, которые вас вдохновляют? Ну, конечно. Ну, все начиналось с Битлз. Причем у нас ведь в стране очень интересно получилось. Благодаря вот этому железному занавесу, так называемому. Вроде как Битлз – это вообще-то музыка предыдущего поколения. Не моя. Это родители моих музыка, по идее. Но поскольку именно в 90-е железного занавеса не стало, и вдруг к нам вот это, скажем так, все наследие зарубежной рок-музыки, накопленное к тому моменту, вдруг вот оно на нас обрушилось. И среди прочего Битлз, которые к тому времени уже давно как были не новостью, естественно, и уже 10 лет как распались. Но музыка сама уж больно хороша. И мы с друзьями, с одноклассниками, фанателесами что-то переписывали там с кассеты на кассету, заслушивали их до дыр в свое время. Началось все, конечно, с них. Они уникальные совершенно люди. К сожалению, двое из них уже их нету на белом свете. Но они совершенно уникальные люди, которые смогли сочетать в своем творчестве вот эту энергетику безумную рок-музыки, которая, да, драйв так называемый, с очень высоким качеством музыкального материала. Причем делали они это интуитивно. Ни у кого из них музыкального образования не было. Но тот же Пол Маккартни, я считаю, выдающийся мелодист. И некоторые его песни... А почему бы, собственно, не сравнить некоторые его песни с песни Мэр Шуберта? Просто они жили в разных веках. Но делали то же самое дело. Писали песни для людей, чтобы люди могли, как говорится, в свободное время получить приятные... Ну или как, в зависимости от тематики. Или задуматься над чем-то. Или отдохнуть от чего-то. Мне кажется, это часть истории. И часть важная. И часть неотъемлемая. Поэтому вот это высокие жанры, низкие жанры. Ну а потом, не только Битлз, конечно. Потому что потом стало интересно, что еще что-то мы слушали. Но нас неизменно привлекало... Я говорю нас, потому что речь о меломанах. Но вот меломаны образца 80-х, конца 80-х, когда мы начали этим заниматься, это мои одноклассники. Нас привлекала исключительно качественная, с музыкальной точки зрения, продукция. Ну, например. Например. Пинг Флойд. Квин. Квин потрясающая команда была совершенно. Из тех, кто по одному, это Стинг и Полис. Что такое любимый Genesis. Фил Коллинз. Никого не забыл. Ну, в целом, наверное, да. Дайер Стрейц. Вот такие. Ну, классический такой вот. Всех любят. Росли. Да. Солинанье. Да, да. Молодежи нашей скажешь, они, может, и не знают, кто такой уже Дайер Стрейц. Не знаю. Ну, Квин, я не знаю, это. Благодаря фильму. Я скажу, Квин помог вышедший недавно в прокат фильм. Вот, я и говорю, да. Потому что вот сын мой, например, краем глаза посмотрел, говорит, а что это такое? Я говорю, ну, была группа такая. Вот он что-то прислушался. Понравилось ему? Может быть. Ну, да. Ну, музыкальный-то материал. Там же, естественно, лучшие образцы взяты. Богемская рапсодия та же самая. Или вот это Everybody. Ну, вы смотрели этот фильм, да? Да. Some Want to Love. Замечательные песни там использованы, которые, я тоже считаю, вошли в историю, и в ней навсегда остались. Фильм мне понравился. Мне понравился. Там есть разные споры на тему. Правда в нем показана или неправда, или он однобоко освещает. Но, вы знаете, мне как зрителю это не очень интересно, однобоко он освещает или нет. А для меня это способ погрузиться там в ту вот атмосферу, в которой они жили и работали. Я думаю, даже если однобоко, ну, хоть с одноботобоку, как говорится, посмотреть неплохо бы. Мне в целом понравилось. А где вы научились играть на бас-гитаре? Ну, вы знаете, вот в этой группе меломана и научился. Прямо? Взял, да. Сначала не было понятно, что я на бас-гитаре буду играть, потому что не было такой цели кому-то на чем-то играть, а хотелось, ну вот... Поначалу все это сводилось к воспроизведению каких-то, каких-то бетловских песен, каких-то джазовых стандартов. Поэтому при первых экспериментах я играл вообще на барабанах. Ну, точнее, поскольку барабанная установка – самое громоздкое и дорогостоящие оборудование в группе, я играл на том, что было вместо нее. У меня был малый барабан и одна тарелка. Две палочки. Получалось? Две палочки. Но там вторую долю в малый барабан ударять получат. Был забавный довольно один инцидент. Мне Саша Ким, ударник наш, дал две палочки и сказал, на, играй пока. Вот. Я что-то так старался на одной из репетиций, что одно из них сломал обобот барабана, пришел в дикий ужас. Ну, конечно, это как бы ударить. Ну, да. Надо было просто быть неопытным барабанщиком, не уметь просто этого делать. Я сломал ее обобот. Пришел в ужас, потому что мы только что говорили, смачки виолончили, палочку ее барабанную сломал. Пришел в дикий ужас, и никак я не мог ему признаться, что эту палку сломал. Он с нами не играл. Он просто дал, сказал, играй пока. И я стал играть одной палкой, где взять другую, мне в голову не приходило. Ну, барабан, тут тарелка, хватало ее, в общем, на все эти палки. Когда мы на Новый год сыграли этот концерт, к которому готовиться, подходят, говорят, а что это одной палкой-то играешь? Я говорю, Саня, сломал. Думаю, все, сейчас уберу. А ну и ладно, говорит, они 2 рубля стоят, у меня их много еще. Оказалось, что расходный материал у барабанщика. Но как-то вот этот опыт, наверное, как-то с барабанами не сложился у меня дальше. Это какой-то... Вот этот путь Фила Коллинзова, когда ушел Питер Габриэл, да, из Genesis. Да, он сел за барабаном. Если мы сказали, да, то есть... Ну да. Вот. А почему бас-гитара? Один приятель наш, который в первом самом таком вот пробном составе исполнял функцию баса, функцию баса он, кстати, выполнял на виолончели, пиццикат. И вот он как-то на репетицию не пришел, стало ясно, что он играть не будет. И... Ну, я что-то схватился за бас. Но баса у нас не было, как известно, была только виолончель. Когда я стал какие-то партии изучать, я понял, что виолончель неудобно, бас-гитара, недаром она по квартам настроена. Мы пошли что-то искать бас-гитару, нашли где-то сломанную бас-гитару, приделали к ней магниты, струны купили в магазине. Чудовище это было, а не бас-гитара. Ну, вот так на ней я начал потихонечку что-то осознавать. Позиции какие-то. Но поскольку я же виолончелист, то основные принципы игры на струнном инструменте в общем-то были мне знакомы. Ну и дальше так оно пошло потихонечку. Но вообще, вы знаете, если совсем... По-честному. Я на бас-гитаре не очень-то. То есть для тех песен, которые мы сочиняем, моих навыков достаточно. Но есть такие бас-гитаристы, знаете, с которыми у меня никогда в жизни не сравнится. Поэтому, ну, поигрываю, так скажем. А на акустике играете? Боем пару аккордов? Ну, я могу изобразить пару аккордов, но вот пару, не больше, да? С пустыми струнами то, что... Потому что, конечно, там требуется большее значительное мастерство на этих шести... на гитаре акустической, на шестистронной. Но, скажем так, как играть, знаю, но в практическом смысле не взялся бы. А классический гитарь вы слушали? Ходили на концерт? Конечно, конечно. А вот ваше мнение, как музыкант, о классический гитаре? Что вы можете сказать? Вы знаете, это изумительный, совершенно инструмент. Очень красиво звучащий в руках мастера. Замечательно просто звучащий. Немножко, на мой взгляд, он остался в прошлом уже для нас. Почему? Потому что, во-первых, он очень тихий. Мне доводилось в своей жизни делать сольный концерт с классическим гитаристом. Виолончели классическая гитара. А если кто не секрет? С кем? Это был такой Райнборд Эверс. Он немецкий классический гитарист. Знаем. Да. Мы с ним делали в консерваторе, по-моему, году в 2009-м было, или что-то такое, целую программу. И я столкнулся с тем, что я в полную силу не могу играть все равно. Но он, как подлинный классический гитарист, отказался от всякого вида подзвучки. То есть он, да, но чтобы его было слышно, мне все время приходилось половину... Ну, держать себя в руках, чтобы слишком не раздухариться, половину звука снимать. Когда стал я понемножку дирижировать, у меня был опыт исполнения концерта для гитары Банданиона. Боже, чей был концерт? Родриго, по-моему. Не помню сейчас. Родриго Ренхуэс? Могу наврать. Родриго Ренхуэс нет концерта? Да, по-моему. Родриго Ренхуэс? Да, да, он правильно. Значит, и тоже столкнулись с тем, что Банданион и так слышно, а гитару пришлось подзвучивать, опять-таки ставить микрофон, комбик ей, чтобы ее можно было расслышать с оркестром хотя бы. Но вообще хороший исполнитель на классической гитаре сегодня встречается редко и неизменно доставляет огромное удовольствие, конечно. Возвращаясь к меломанам. Вот мы говорили о Битлз, Квинн. Каждый из участников этой группы вложился как композитор, да, песни. Сам писал, там Брайан Мэйн, основной материал, да, писал для Квинн. Понятно, лучший мелодист XX века, Пол Маккартни, но и все тоже вложились. Все очень хорошо. Как у вас в меломанах, вы пишете свой материал либо что-то играете? Вы знаете, мы пишем только свой материал сейчас, потому что у нас Кирилл Кравцов обожает каверы, давай каверы. Я не очень люблю каверы, потому что ну, еще сравнивать себя с великими, по-моему, лучше, чем оригинал, все равно не прозвучит. Вот, мы пишем материал, который, конечно, ужасно похож на тех же ранних Битлз и на какие-то ну, на все наши, в общем, впечатления детские. Я даже слышал мнение, что вы очень напоминаете некоторым вашим поклонникам группу «Секрет». Можно. Вам не звонил Максим Леонидов в случае? мы напоминаем только если, наверное, общим духом таким позитивненьким и стилем, да, естественно, потому что стиль, но на стиль, насколько мне известно, у него нет авторских прав, так что стиль, да, как говорят. Вот, конечно, нам, естественно, они нравились ужасно в молодости, потому что ну, это такой был глоток свежего воздуха на отечественной эстрадной сцене, когда люди выходили свободные, раскованные, вытворяли все, что хотели и дарили хорошее позитивное настроение в больших количествах. Ну, безусловно, наверное, влияние их какое-то есть, хотя никогда задачи их копировать у нас не было, не было. Нравилось нам то же самое, наверное, что и в Битлз в них, да, но только такой локализованный вариант Битлз был на нашей сцене, потому что на концерт Битлз ходить было невозможно технически, никак, в связи с их, с тем, что их уже не было на сцене, а секрет, вот он, пожалуйста, можно было пойти и поучаствовать в этом в качестве зрителя, во всяком случае. Да, наверное, но мы стараемся в последнее время как-то, в общем, двигаться, развиваться, чтобы звучало, какое-то наше собственное звучание тоже, чтобы появлялось. Набор инструментов расширился у нас значительно, и современные технологии звукозаписи помогают делать какие-то вещи, которые раньше мы бы никогда в жизни даже не осмелились задумать, что называется. Ну, а так, знаете, я, когда там мне говорят, что вы похожи на то, вы похожи на сё, я к этому совершенно спокойно отношусь, потому что мы исключительно для себя этим занимаемся, мы не пытаемся это нигде продать, у нас нет такой цели заработать этим. мы там раз-два в год собираемся, проводим концерт. Римкор-пати, помню. Бывает и такое, бывает и такое, в зависимости от наших графиков, но мы стараемся традицию держать. Под Новый год мы с друзьями, как там это было, собираемся и играем рок-н-ролл. Сенекович, а вы сами пишете песни, тексты? Так это всё наши тексты. С моим одноклассником Яковом Маром обычно пишем вместе. Последнее время, причём больше, чем раньше. Технические средства появились. Можно взять, набить письмо, отправить по электронной почте, оно придёт уже с исправлениями и получается песня так, глядишь, потихонечку. Вот вы сочинили, приходите в группу и как у вас происходит? Вы показываете, играете, читаете стихи? Как сам процесс? Происходит всё очень просто, поскольку времени мало у нас на это обычно бывает новый. Есть какой-то концерт, есть перед ним 3-4 репетиции и не дай бог сочинили новую песню. распечатывается цифровка, цифровка. Всем выдаётся цифровка, в том числе барабанщику, который каждый раз с долей сарказма говорит, тональность неудобная для меня, ну давайте, ладно, так и быть. Вот. И дальше по этой цифровке там условно схема песни, гармонии, сколько она продолжается, что зачем. Поехали потихонечку, сначала поиграли, потом я начинаю петь. Глядишь, к концу репетиции мы уже можем определить, будет песня или не будет. Если не нравится, мы не играем. Если нравится, мы её доводим до ума, стараемся в этот же концерт сыграть, чтобы запомнить, и потом при первом удобном случае записать. Есть диски? Да. И, по-моему, я сбился со счёта. Их много? Нет, ну да, мы сейчас стали записывать, в определенный момент я понял, что оно столько... Мы сочинили порядка 75 песен за это время, да? Битлз, насколько я знаю, по каталогу 111 сочинили песен за время существования Битлз. До них мы не дотянули пока. Но в определенный момент я понял, что коль скоро у нас есть возможности технические, то было бы глупо это не сохранить, хотя бы для своих, как говорится, детей. Мы стали всё это записывать. В итоге у нас пять дисков, как это принято называть, ну, каталожных, да? И ещё два сборника есть у нас. Один мы специально сделали, ну, из лучших, которые нам кажутся лучшими. Да. Специально сделали для того, чтобы выпустить виниловую пластинку, потому что больше мечты не было, как услышать свою песню на виниловой пластинке. Вот тогда-то в конце 80-х. Вот. И один сделали акустический, без электроники совсем, просто на акустических гитарах, акустическом басу, и вот таких два, тоже там, песни те же, а звучание другое. Итого семь получается. Да. Они, кстати, все есть, так, рекламу нельзя ведь, наверное, да? Они есть все, во всех популярных, как это называется, стриминговых сервисах. Как зарубежных, так и отечественных. Так что ищите, слушайте. Ссылочки в описании. Ссылочки, да. Сын Николаевич, последний вопрос. Какую роль в вашей жизни играть в дирижировании? Важную, важную, потому что это тоже один из видов деятельности, о которой, на самом деле, я довольно давно задумывался. Сначала я так по-детски мечтал, где-то с возраста 12 лет. Мои родители мне объяснили, что дирижер, ну, мне, естественно, привлекало что в дирижировании? То, что человек стоит, ничего, в общем-то, не делает, только красиво машет руками, а вокруг все играет, и получается замечательная музыка. И, конечно, оказаться на этом месте человеку в возрасте 12 лет показалось очень привлекательным. Вот эти что-то там так, эти там, руками дирижируют, и все его слушают. Это не может не нравиться, как вы понимаете. Да, мне родители довольно быстро объяснили, что это только кажется, а на самом деле, чтобы так делать, надо еще много чему научиться. Сначала надо научиться гармонии, сольфеджио, научиться отличать все эти инструменты друг от друга, у кого какие особенности, у кого какой диапазон инструментоведения в скобках. Потом надо научиться писать пятиголосные диктанты, в общем, пройти полностью это. Во-первых, надо обязательно перед этим научиться здорово играть на чем-то, хотя бы одном из этого. А лучше уметь сразу на всем, но такого не бывает. А потом еще научиться мануальной технике, оказывается, недостаточно просто так махать руками, а надо махать руками конкретным образом. А потом стать ректором консерватории. понимаешь, а это будет... Я это к чему говорю, что ознакомивший со всей этой партитурой в возрасте 12 лет, я, конечно, решил, что не-не, если так, то лучше не надо, лучше не надо. Потом, так моя судьба сложилась, что я попал на работу в заслуженный коллектив России, где художественным руководителем является Юрий Тимирканов, начал работать там на последнем пульте и наблюдать за тем, что происходит в оркестре, как этот процесс вообще происходит, создание музыки на сцене, как это происходит, репетиции, как происходят концерты. И дальше сработал, наверное, уже другой хорошо известный нам всем принцип, сформулированный одним из великих наших полководцев, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом. И я, перефразируя на свой лад, скажу, плох тот артист-оркестер, который не хочет стать дирижером. Мне стало казаться, что, наверное, что-то я понимаю в этом. И я был момент, когда я уже достаточно серьезно начал готовиться к поступлению в консерваторию. Как велончелист, я уже к тому моменту я закончил, я аспирантуру закончил тоже. Начал достаточно серьезно готовиться именно к поступлению в консерваторию, вспомнил, как играть на рояле. Диджор должен хорошо играть на рояле. Чуть не забыл я сказать. Да, стал вспоминать уже прелюдии Фугет хорошо темперированного клавира и буквально серьезно нацеливаться. Почему я не пошел в итоге? Потому что все-то мне показалось, что у меня, ну, нет у меня успеха, не будет там у меня успеха, мне показалось. Да и я поразмыслил опять, знаете, у нас же в филармонии там тоже есть традиция такая, идет репетиция, когда оркестр, а на хорах сидят дирижеры, студенты на балконе, на втором, с партитурами и, значит, вот они смотрят за всем, знаете. Причем там, как студенты, так и уже закончившие, мне в голову пришла мысль, что вакансий-то дирижеров, как правило, их нет. Что я буду делать? А если серьезно подойти к этому вопросу, надо, честно говоря, бросить все, работу в оркестре надо бросить, потому что работать одновременно в оркестре и учиться в консерватории во всяком случае на симфоническом дирижировании, во всяком случае, если делать это честно, по-моему, мне показалось на тот момент невозможно. Поступать я поэтому не пошел. И решил с этой идеей попрощаться, сказав себе, что, ну, у тебя есть твое место в этой жизни, ты на этом месте делай качественно то, что тебе положено. Я был училист в группе, у меня там получалось от конкурса к конкурсу, я так потихонечку ближе-ближе. Последние годы я на концертмейстерских местах уже работал, то есть, ну, вроде, занимайся своим делом. А дальше, почему все-таки это началось, ну, случилось так просто с течения обстоятельств. Меня пригласили работать в училище римского-корсского. И римкур-партия, кстати, из училища взялось, не из консерватории. Вот. И там, как получилось, там был легендарный человек, Альгис Паулавичус, который вел оркестр. И с ним, в общем, на нем, на нем все это, оркестр жил на нем, потому что он, я понимаю, что он реализовывал очень много каких-то своих творческих амбиций на этом коллективе. Это все знали, что железно, что оркестр, это я, кстати, там тоже успел поучиться и в оркестре у него поиграть. И когда пришел в качестве директора, столкнулся с тем, что Альгис Румовальдович болеет, болеет, к сожалению, серьезно. И в скором времени так получилось, что он из жизни ушел. Стал вопрос, кому отдать оркестр передо мной. Годова Альгиса Румовальдовича пришла ко мне, сказала, вы только, пожалуйста, вот посоветуйтесь с нами, прежде чем кому-то отдавать. Каникулы были, можно было там некоторое время не думать. А потом наступил момент принимать решение. От нее ни слуху, ни духу. Я вынужден был позвонить, сказать, ну, я обещал вам, ну, сейчас уже мне надо послезавтра, чтобы были занятия у оркестра. И мне нужна от вас, как кандидатура, кого пригласить на эту позицию. И она мне сказала, что мы с Альгисом незадолго до того, как он ушел из жизни, обсуждали вопрос, что, как он бы видел себе будущее того, что он создал. И он сказал, что кроме нынешнего директора, он не видит, кто мог бы это взять на себя. Не видит. Потому что он, как он сказал, ему кажется, что должно быть сочетание, значит, музыканских качеств и административного ресурса. А умение дирижировать, оно придет в процессе практических, как говорится, занятий. Я, честно говоря, опешил и напугался, потому что для себя я эту тему к тому моменту закрыл. Наглухо. Но потом как-то подумал, а почему бы и нет. Попробовал, по свидетельству очевидцев, получилось. И я тогда взялся вести там оркестр. Так вот оно и пошло потихонечку. Вот. А что же это для меня значит? Ну, понимаете, видите, раз всю жизнь я об этом думал, наверное, к этому была потребность. Я так думаю. И сейчас, когда эта потребность, благодаря сочетанию факторов, так грамотно сформулированных еще Альгесом Ромальдович, имеет возможность к реализации, конечно, для меня это ну, ну, важный вид деятельности. Важный. Я могу расширить значительно горизонты своей музыкальной деятельности. Виолончель изумительный инструмент с красивым голосом, но, как мы с вами уже говорили, сольный ее потенциал несколько ограничен объективными некоторыми причинами. В связи с чем и потребность в солирующих виолончелистах она не так велика, как могла бы быть. В связи с чем и репертуар виолончельный тоже, да, я уже столько вам крамола сегодня сказал. Скажу еще. Еще одно. Виолончельный такой вот как, чтобы понятно было молодой аудитории хитов для виолончели не слишком много. Их не слишком много, к сожалению. Во всяком случае невозможно сравнить с тем количеством великих поистине произведений, которые сочинены для симфонического оркестра. И, конечно, симфонический оркестр это, наверное, наиболее интересная разновидность академического музыкального концерта. Всегда он привлекает большое количество и большое внимание, большое любопытство широких масс публики. Тогда как виолончель, конечно, чуть более узкоспециализированная аудитория приходит, либо любители именно тонны виолончели. То есть для меня это главный смысл, наверное, в расширении горизонтов. Для меня. Обычно спрашивают, а вот жажда власти, там, вот это. Нет, никогда не хотел я власти особенной и со студентами. В основном мне доводится дирижировать студенческими оркестрами, что тоже, кстати, интересная очень тонкость, потому что я на репетициях со студентами чувствую себя совершенно свободно, мы вроде как становимся друзьями на какой-то момент, мы занимаемся одним и тем же делом, мне кажется, что нас это сближает со студентами, мы вроде как вместе партнеры в ансамбле. Вот это такое очень важное для меня чувство, которое заставляет меня к этому возвращаться вновь и вновь. Кто-то скажет, ну ладно, ты получил свое, ты уже стоял за пультом, дирижировал в Большом зале филармонии, в концертном Мариинского театра, где-то за границей, там в каких-то местах доводилось тоже. Ну все, уже получил свое, успокойся. Нет, мне вот нравится именно общаться со студентами. Мне кажется, что у нас с ними это чувство взаимное, и поэтому я продолжаю этим заниматься и думаю, что буду продолжать. Вот так. Василий Николаевич, большое спасибо вам, что пришло в гости. Мы желаем нашей родной консерватуре процветания. Постараемся. Спасибо. Спасибо. Сделаю все от меня зависящее. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»